В связи со сложной социально-экономической ситуацией, вызванной паводками, на территории области будут введены ограничения на проведение предстоящих праздничных мероприятий. Вместо этого следует сосредоточиться на реализации общественно значимых и социально полезных инициатив. Потоп внес некоторые изменения в планы как простых жителей, так и акиматов. Ведь для оказания финансовой помощи пострадавшим от воды жителям местные власти вынуждены вносить изменения в праздничные мероприятия. Предстоящие праздники пройдут в сдержанном формате. Сэкономленные средства будут переданы пострадавшим от наводнения. «Хотя крупные меры были отменены, например, его средства обязательно направлялись в пострадавшие районы. С сегодняшнего дня, например, в Кокшетау свои средства и выплаты получили более 180 человек. Поступила информация, что дадут 100 МРП, а потом ещё 150 МРП. Полагаем, что всё это будет рассмотрено заявителями и специальной комиссии в соответствии с законом». Не останется без внимания и работа активных граждан, которые помогали пострадавшим от потопа. Их планируется наградить в преддверии праздника. К сожалению, с каждым годом количество фронтовиков сокращается. В этот день по области всего пять ветеранов войны. Каждому из них в преддверии Дня Победы будет выплачено 3 миллиона тенге. Также проводится онлайн-акция ЕРЕСМО ЕЛЬЕСНДЕ. «Учитывая нынешнюю непростую геополитическую обстановку в странах СНГ и целом мире, для сохранения мира и согласия в регионе шествия бессмертного полка не будет. По линии волонтёрской сети и молодёжных организаций будут обеспечены благотворительные акции в поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с традиционным названием «Ардагерлерге Тахзам». Кроме того, начнётся месячник с целью проведения комплексного социально-медицинского обследования ветеранов войны и приравнённых к ним граждан. Специалисты выезжают и обслуживают дома тех, кто не может самостоятельно передвигаться.